Во второй половине 70-х в шахматах не было громче имен, чем Анатолия Карпова и Виктора Корчнова. Чем яростней они сражались с доской и за ее пределами, тем непримиримее становилось их соперничество. Они начинали друзьями, а закончили врагами, которые вели войну на уничтожение. Пиком противостояния стал матч за звание чемпиона мира в Багио 1978 года. Вышедший фильм «Чемпион мира» всколыхнул новую волну интереса к этому поединку. Карпова сыграл Иван Янковский, а Корчнова – Константин Хабенский. Этот фильм не только о спорте, хотя спортивный сюжет в нем является центральным, но и о противостоянии двух политических систем. Ведь в 70-х шахматы стали главным пространством соперничества между СССР и Западом наряду с космосом и хоккеем. Конечно же, баталии за шахматной доской стали одним из символов эпохи. Как-никак все то, что произошло за эти 110 дней поединка, еще долго останется в памяти народа. А для тех, кто, может быть, впервые слышит об этом, мы расскажем о событиях одного из самых драматичных матчей за титул чемпиона мира. Эта история точно заслуживает вашего внимания. Ведь здесь сошлось все. И время, и события, но главное – два непримиримых бойца. Меня зовут Сергей Авдеев, и мы начинаем. Начиная с послевоенного периода, доминирование советских шахматистов в мире стало подавляющим. Корона переходила от одного отечественного гроссмейстера к другому. Что, конечно, не слишком радовало западную аудиторию. Поэтому победа в 72-м году американского гения Бобби Фишера над Борисом Спасским была встречена на ура. И, помимо всего прочего, использовалась Вашингтоном и в политических целях. Вот, дескать, смотрите, свободный мир сокрушил советы. Неудача, что и говорить, задела представителей СССР за живое. Требовался реванш и, желательно, как можно более убедительный. До финального матча претендентов на этот самый реванш дошли два советских шахматиста. Опытный Виктор Корчной и молодой перспективный Анатолий Карпов. Разница между ними была слишком очевидной. Карпов улавливал все мельчайшие нюансы окружающего мира и идеально подстраивался под руководство. Всем своим видом он давал понять, что без вопросов выполнит любое задание партии. Корчной же, которому хоть и стукнуло 40 и жизненного опыта у него было достаточно, почему-то наивно полагал, будто он расплатился с родиной десятками шахматных побед и может без постороннего вмешательства сам строить свою профессиональную карьеру. Раньше на такое могли закрыть глаза. Но после того, как Спаский уступил титул чемпиона мира американцу Фишеру, это стало граничить почти с государственной изменой. Понятно, на чьей стороне были симпатии чиновников, когда Корчной и Карпов сошлись в финальном матче претендентов 1974 года. Победитель должен был бросить вызов Фишеру от всего СССР. Очевидно, что в глазах руководства 23-летний парень из народа, комсомолец Карпов, подходил для этой роли гораздо лучше, колючего, никогда не лезущего за словом в карман, открыто выражавшего свое мнение 43-летнего Корченова. В том матче Карпов с трудом выиграл у Корченова со счетом 3-2. Он стал официальным кандидатом на реванш с Робертом Фишером. Встреча за звание сильнейшего шахматиста мира должна была состояться в следующем году. Однако Фишер выдвинул международной шахматной федерации более 60 условий по проведению матча и многомесячные переговоры ни к чему не привели. Из-за отказа американца федерация официально объявила Карпова чемпионом мира. Поначалу молодого советского гроссмейстера называли бумажным чемпионом, намекая на то, что корону он получил без борьбы. Однако своими выступлениями на крупнейших турнирах Карпов доказал, что является лучшим из тех, кто регулярно выступает в соревнованиях. А теперь представьте, что в этот момент чувствовал Корчной. Мало того, что все общие знакомые и даже личный тренер выбрали сторону Карпова, так еще и этот юнец добивался огромных успехов, поднимаясь вверх по карьерной лестнице. Корчной годами гнался за лучшими гроссмейстерами страны. И в момент, когда наконец обошел их всех, откуда-то появился этот Карпов и испортил ему всю малину. Нетрудно понять причины лютой ненависти Виктора Львовича по отношению к Карпову. Как в шахматном плане, так и к принадлежности советской системе, с которой он яростно боролся на протяжении многих лет. Вообще Корчной по скандальности и вздорности характера, если и уступал Фишеру, то не очень много. Он был убежден, что в СССР его зажимают, ставят палки в колеса и не дают стать чемпионом мира, продвигая Карпова. Поэтому в 76-м Корчной отказался возвращаться в СССР после турнира в Нидерландах. Едва оказавшись вне железного занавеса, он принялся давать одно интервью за другим, обнажив все прелести советской шахматной системы. И пообещал, теперь-то никто и ничто не помешает ему свалить Карпова. Руководство СССР в то же время лишило Корчного всех званий и регалий, выбрало его имя из всех книг и журналов, а чтобы оставить его в творческой изоляции, устроило бойкот. Теперь советский спорткомитет не отправлял своих гроссмейстеров на турниры, где должен был бы играть невозвращенец. Корчной же набирал обороты. Он побеждал лучших шахматистов мира одним за другим. И это заставило руководство СССР изменить свое решение. В бой с представителем отправились Тигран Петросян, Лев Полугаевский и Борис Спасский. Но не тут-то было. Корчной блестяще и без всякого труда справился с ними и получил право на матч за мировую корону. И на горизонте вновь появился Карпов. В СССР все было поставлено на карту. Речь шла уже не только о шахматном доминировании, а о превосходстве социалистического лагеря над капиталистическим миром. Если судить по многочисленным книгам, заметкам и материалам, которые появились позже, против Корчного работала настоящая советская машина. И не спортивная, а уже политическая. Корчной прекрасно понимал, что советское спортивное руководство готово пойти почти на все, что угодно, дабы обеспечить победу Карпову. Но в то же время Виктор Львович понимал, что такой расклад дает ему право рассчитывать на поддержку всех, кто недолюбливает Советский Союз. Помимо всего прочего, на этом можно было и неплохо заработать. В команду Корчного входили англичане Майкл Стин и Рой Кин и бывший советский мастер Яков Мурой. А в качестве руководителя команды, пресс-атташе и главного защитника Корчного выступила его будущая жена Петра Левейрик. В свое время она получила 10 лет сталинских лагерей и навсегда возненавидела представителей страны советов. В тренерский штаб Карпова входили многие ведущие гроссмейстеры страны, включая Таля Полугаевского и Юрия Балашова. Привлекли к работе и Владимира Зухаря. Страна Корчного называла его известным парапсихологом, который помогал Карпову и негативно воздействовал на претендента. Как выяснилось позже, он был высококлассным специалистом по космической медицине и должен был помочь Карпову решить проблему сна. То, что страсти будут кипеть не только на шахматной доске, стало ясно еще до начала матча. Корчной хотел играть под флагом Швейцарии, однако советская делегация указала, что гражданства этой страны у перебежчика нет. Разбирательства закончились тем, что маленькие флаги, которые обычно ставят на игровой стол, убрали совсем. На матч в Багио Корчной выходил как на последний бой, как на матч всей жизни. Особый настрой был и у Карпова. С одной стороны, он на деле хотел доказать, что не является бумажным чемпионом, как его порой называли недруги. А с другой, надо было отстоять честь страны и знаменитой шахматной школы. Уже во второй партии матча Корчной предъявил Карпову претензии за кефир. В ходе игры чемпиона подали стаканчик с кефиром, сделав это с некоторым нарушением регламента. Корчной разозлился, мол, помощники Карпова сигнализируют ему, какой делать ход. А потом и вовсе потребовал проверить кефир на химический состав, мол, Карпов после него начинал играть как заведенный. Представители сторон, судьи и организаторы долго судили и обсуждали этот инцидент, но установили порядок подачи напитка Карпову в дальнейшем. Репортеры были в восторге. На подобные происшествия с интересом реагировала даже публика, крайне далекая от шахмат. Советская пресса даже назвала этот случай «бурей в стакане кефира». Карпова в то же время раздражало то, что с первой игры Корчной носил зеркальные очки и продолжал их надевать в некоторых и следующих играх. Но Виктор Львович объяснил это тем, что его беспокоит привычка Карпова пристально смотреть на своего соперника. Поэтому в багио он носил очки, чтобы скрыть глаза. Карпов писал «Солнцезащитные очки были как два зеркала, и всякий раз, когда Корчной поднимал голову, свет от многочисленных ламп на сцене отражался мне в глаза». Первые семь партий матча в багио закончились в ничью, но после первых поражений Корчной заявил, что в четвертом ряду сидит парапсихолог Зухарь, который готовит космонавтов к встрече с инопланетянами, а на игре неестественно дрожал и изо всех сил таращил глаза на двух шахматистов. И как после такого можно играть? Он потребовал установить между сценой и залом зеркальный экран, иначе продолжение матча невозможно. Как ни странно, такой нестандартный ход претендента подействовал. Прежде глухие ко всем его требованиям и просьбам организаторы внезапно предложили сторонам джентльменское соглашение. Советские уберут Зухаря, а Корчной же в ответ снимает требования экрана и зеркальные очки. Карпову тоже было чем ответить на выходки Корчного. Он потребовал проверить кресло Виктора Львовича на наличие посторонних предметов или запрещенных устройств. Кресло в итоге разобрали, сделали рентген в больнице общего профиля Багио и почистили. Корчной посчитал эти обвинения оскорбительными и пожаловался на то, что Карпов крутится в кресле и мешает сосредоточиться. Карпов в итоге перестал вертеться во время хода Корчного лишь к 16-й партии. Перед началом очередной партии чемпион отказался пожимать Корчному руку. Виктор Львович обратился к судьям, что мол за неуважение. Арбитры поинтересовались у Карпова, что происходит. Анатолий Евгеньевич заявил, что рукопожатие обязательным не является. Как потом выяснилось, не выдержал Карпов оскорблений, которыми обильно сыпал Корчной в своих интервью. Но и это было еще не все. Корчной, если позиция на доске складывалась не в его пользу, мог запросто обматерить соперника. Достаточно тихо, чтобы этого не услышал весь зал, но достаточно громко для того, чтобы Карпов понял, кем его считает претендент. На фоне скандалов матч продолжался. Игрался он до шести побед одного из соперников. То есть общее количество партий было неограничено. После победы Карпова в 17-й партии счет стал 4-1 в его пользу. И Корчной снова начал чудить. Он пригласил на помощь американских йогов Стивена Дайера и Викторию Шепард. Журналисты выяснили, что американцы проходят по делу о покушении на индийского дипломата в Маниле и выпущенной из тюрьмы по залог. Советская делегация заявила протест. Присутствие террористов в зале является событием из ряда вон выходящим. Сомнительных персон выставили из игрового зала, но Корчной взбодрился и стал выигрывать, сокращая разрыв в счете. Оказавшись на краю пропасти, он начал действовать энергично и агрессивно. Неожиданно Виктор Львович одержал 3 победы в 4-х партиях и перед заключительным поединком счет стал равным 5-5. Казалось, до окончательного триумфа рукой подать, но Карпов к этому времени был физически и эмоционально измотан. У него пропал сон. А коварство безлимитного матча как раз в том, что здесь невозможно переждать и добиться успеха за счет ничьих. У Карпова была возможность взять тайм-аут, и он этим воспользовался. Перерыв позволил чемпиону перезарядить батарейки. И на 32-ю партию он вышел бодрым и готовым к борьбе. Это стало неприятным сюрпризом для Корчного, который был убежден в том, что его соперник сломлен. Впоследствии Виктор Львович заявлял, что обо всем опять виноват доктор Зухарь. А еще некий помощник самого Корчного, сливший Карпову информацию о том, какой дебют разыграет претендент. Партия была отложена на 42-м ходу белых, которыми играл Карпов. Позиция Корчного была проигрышной, и на наигрывание он решил не выходить. В полдень 18 октября 1978 года в гостиничный номер Карпова постучали арбитры матча и представители ФИДе. Они принесли конверт запиской Корчного, в которой он признавал поражение в 32-й партии. Матч завершился с отсчетом 6-5 в пользу Анатолия Карпова. Ему удалось сохранить шахматную корону для СССР. Корчной так и не смог оправиться от удара в матче, на который он сделал слишком большую ставку ценой в жизнь. Потом еще будут победы на турнирах, воссоединение с семьей, уважение коллег, возвращение, приезды в Россию и почитание не одним поколением любителей шахмат. Не будет только одного – шанса прикоснуться к мировой короне, от которой его отделяли считанные ходы. Матч в Багио стал трагедией жизни одинокого, отвергнутого родной стороной, фанатично преданного шахматам человека. Анатолий Карпов, который защитил звание чемпиона от антисоветчика и врага народа и не позволил увезти шахматную корону из СССР в Европу, стал одним из главных героев советского спорта. Для него устроили церемонию участвования в Кремле. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев лично вручил ему орден Трудового Красного Знамени. Надо признать, Карпов и Корщной своим сражением с политическим подтекстом раскрутили популярность шахмат в мире до высочайшего уровня. Скажите, а вас заинтересовала эта история? Появилось желание посмотреть фильм? Пишите в комментариях. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok